Привет! Привет! Мы все еще здесь, в Таиланде. Нас еще не эвакуировали. Мне вообще кажется, что эвакуация это какой-то придуманный мифический процесс, который где-то происходит. Но не у нас. По итогам дня на 30 марта. Какие у нас новости? В прошлый раз мы боялись, что после распоряжения правительства России об отмене рейсов и там что-то про списки тех, кто эвакуируется, ну будет что-то не то. Мы так слегка пугались этого момента. Потом оказалось, что это вроде бы все хорошо. Летает аэрофлот каждый день, там вот прям целый месяц вывозят. Ведь 15 тысяч человек насчитали, те, кто захотел уехать. Но это скорее всего не считая тех, кто думал, а что записываться? У нас билеты, нам и так нормально, мы и так улетим. Так вот, сегодня перестало быть это нормально. То, что аэрофлот сказал, что летаю только до 8 числа. Ну так, внезапно. До 8 только летаю, а дальше не летаю. Как не летаю, если было каждый день эвакуация, 15 тысяч человек, вот это все. Нет, больше не летаю, не могу. И нам это объявляют сегодня, тогда, когда заканчивается запись на эвакуацию. То есть вот вы сидели сегодня, ждали вылета своего, ну например, там числа 9-го, ну 10-го. Ну что там осталось, чуть-чуть там 10 дней, что светится, все хорошо. Или что, аэрофлот, там все в порядке, он же летает. Да, да, аэрофлот, все нормально, уже сто раз сказали, что все нормально. И тут раз сегодня письмо, нет, не летит. Старайтесь поменять, а если вы хотите поменять билеты, вы скорее звоните, скорее звоните. Ну то есть абсолютно отвратительная, отвратительная организация всего процесса, который нам устроил МИД. Понятно, кто там работает, видно по тем ответам, которые Захарова дает населению, про то, как она героически там кого-то спасает. Плюс правительство выделяет полтора миллиарда на эвакуацию, на дополнительные рейсы. Только смотрим сегодня информацию от посольства России в Таиланде. И написано, что мы будем стараться организовывать дополнительные рейсы за ваш счет. То есть отменили регулярку, которой должны были вывозить людей, выделили полтора миллиарда и везем людей за их счет. Бинго! Замечательно! Просто отличная работа! Есть и хорошие новости. Сегодня все-таки нашим гражданам в Таиланде начали выдавать письма о том, что они могут задержаться. Или не штрафуйте их, пожалуйста, за то, что они задерживаются по независимых от них причинам. Ну, то есть, если вы не знаете, то штраф за один день нахождения нелегально на Таиланде 500 бат. Ну, 1000 рублей. Ну, с человека, естественно. Ну, вот и считайте. Семья, двое и ребенок, полторашечка. Значит, 3000 в день. Ждем своего рейса. Ждем, ждем, ждем. Ну, а вот и не дождались. Рейс отменили. Ну, даже если дождались без письма из консульства, не продлили бы здесь нахождение. Ну, теперь все. А количество дней они пишут? Все лучше. На сколько? На Самуи 15 дней. На... Ну, в Бангкоке 30 дней. Но пока это вот от людей, которые в чатах пишут, что ура, нам сегодня продлили. Но на Самуи наши знакомые, наши сотрудники продлили на 15 дней и им пообещали еще 15 дней. Список документов в группе. Ну... В какой группе? В нашей группе «Мы живем на Самуи». В группе «Мы живем на Самуи» ВКонтакте? Да. Ну, мы туда постим новости. А здесь выходим в эфир только для того, чтобы поддержать этот формат. Все равно никто ничего не читает. Никто ничего не смотрит. Никому ничего не надо. Ну, то есть люди просыпаются. А что? У нас эвакуация. О! А у нас билеты отменили. Что делать? А что делать? Писать письмо в посадку. Ой, они не ответили мне на WhatsApp. Какой WhatsApp? Горячая линия. Там работают люди со времен СССР. Я не знаю, они телефонно вот так вот берут. Прямая связь с Путиным. Извините. Ничего, бывает так. Это даже... Ну, так вот. Лирическое отступление. Сделали, наконец-то, письма о пребывании. Но для этого тоже надо пройти квест. Это надо систему, которая... Ну, кем-то написано, каким-то программистом государственным. Систему надо поймать в тот момент, когда она работает. Ну, то есть, вот, было полтора часа окно с утра. Потом она зависла. Потом снова люди нажимали обновить. Куда-то жали. А, с телефона не работает? А, нет, надо с компьютера. О, через другой браузер. Ну, то есть, отлично. Все было сделано. И письма люди получили. Я так дерзко говорю. Просто у меня до мая нахождение в Таиланде. А так бы, наверное, ну, я бы уже тоже там где-то был. Среди борцов за наше счастливое будущее. Расскажи про Пхукет. Про Пхукет. Ну, плохо все на Пхукете. Во-первых, там больше всего заражений на данный момент коронавирусом. И сегодня перекрыли мост, соединяющий Пхукет с провинцией, остальной и остальным Таиландом. То есть, люди поехали из Бангкока. Их выкинули около моста. И что им делать дальше? Ну, вот такая жесткая вещь. Конечно же, наш МИД беспокоит за нас. И боится, что именно так и случится со всеми нами здесь. Когда нам все перекроют, все закроют. И мы будем молиться. Как Захарова говорит, вот в Нью-Йорке жили люди богатые. Там все. Просто я даже хочу зачитать, но лень. Как она пишет, блестяще просто про Нью-Йорк, про богатых людей, которые внезапно попросились в Россиюшку-матушку. Да вот если бы отсюда меня не просило законодательство Таиланда покинуть, и границы бы с соседними государствами не были закрыты, вообще бы не просился бы я. Ну, как-то очень стрёмно иметь там на данный момент в Москве 300 с чем-то заражений. Ну, это только тесты, я так понимаю, начали поступать. А Таиланд на сегодняшний день? Таиланд вот как держался, 100 там, 118. При том, что уже здесь везде все в масках, все ходят там, в иммигрейшне стоят в очереди один метр друг от друга. В Бангкоке стулья на парковке на огромной стоят стулья, где люди сидят и ждут своей очереди. Метр два до каждого. Ну, то есть, понятно, что многие скажут, что это паранойя, что это не нужно и так далее. Окей, если где-то кто-то решил, что это спасет чьи-то жизни, давайте спасать. Мы сидим дома, мы соблюдаем правила, мы одеваем маски. Это очень нетрудно. Где-то на шашлыках, там, в компаниях сидеть, выпивать, это не героизм. О, мы победили коронавирус, можем повторить. Это идиотизм, друзья. На 9 мая давайте соберемся, выделим бабки на парад и что там, пиар-мероприятие. Что у нас спас мы? Ну и, в общем-то, в общем-то, есть опасения, что авиасообщение будет свернуто. То есть, остаются пока не все рейсы. Про автобусы. Да, не все автобусы. Автобусы внезапно перестали ходить. Люди приехали на вокзал, а там, кроме них, никого нет. Ни тайцев, ни автобуса. То есть, тайцы знали. Наши, ну, как-то, неоткуда было узнать. А новости тоже здесь, скажем так, дают не всегда верную информацию. Там, какой-то канал 7 сказал, что закрывается все авиасообщение до 24 октября. Ну, все расхватились за головы, там, побежали, что делать, как быть. Оказалось, перепутали. Но интернациональные рейсы и внутренние авиалинии. Ну, то есть, как-то так. То есть, запрещены интернациональные рейсы до октября? Ну, там какие-то рейсы, каких-то авиакомпаний. Но журналисты взяли полностью вот этот период и написали, что до такого-то числа. А, это значит, например, любые журналисты мира. Например, там рейс конкретно в Юхань. Или как там там, Ухань. Хуань. Закрыт один рейс до 24 октября. Остальные там до 24 сентября, августа, июня, июля и так далее. Ну, все такое. Я кашляю. Я начал кашлять. Ты сегодня был вне дома? Я был, да, в эмигрейшене. Такие дела, конечно, могут запретить в любой момент. Ну, держимся, запаслись едой и так далее. В общем-то, все внимание приковано на эту эвакуацию, на эти якобы спецрейсы, которые будут после отмены тех, которые должны были быть и так по расписанию. Что еще? Немного о гражданах, которые оставляют комментарии под ресурсами МИДа, под ресурсами посольства. Такой ненависти к людям, которые просто остались за границей и возвращаются домой. Это даже не мы, которые здесь живем по 10 лет. А обычные туристы, такие же, как они, которые поехали и прожили здесь два месяца или месяц и уехали. Или хотят уехать. Такой уж от говна вылет на этих людей, на всех нас, что мы за чьи-то деньги пытаемся куда-то улететь. Сидите там, где вы продали свою родину. То есть это такой стыд, это такой позор. Ну, понятно, кто и за кого голосуют вот эти люди. Они все скоро поправки в Конституции. У них будут, у всех вот этих людей. И жить они будут еще вечно, с вечным своим президентом. Пока. Всего хорошего.